А перед просмотром данного видео... Какая нахуй реклама! Цитату пили! Когда приходит безысходность, жизнь становится как картон. Но чтобы ушла безысходность, нужно верить в лучшее. Во! Заебись! Моё имя Кэра. Моё имя Конно. Моё имя Маркус. Это наша история. Меня всё равно никто не смотрит. Поэтому привет, Пашенди! С тобой я Кирилл. И я продолжаю проходить. Detroit Beacon Human. Получается 13 серия. Специально для тебя, так скажем. Потому что просмотров нету, нихуя нету. Поэтому смысл здороваться вот так вот всем подписчикам, зрителям. Я в этом ничего такого не вижу смысла. Вот. Так что я продолжаю проходить игру. Собственно, мы остановились на Маркусе. Мы прошли момент за Кору. Ой, за Кору. За Кэру мы прошли момент за Коннора. И довольно-таки удачно. То есть за Кэру мы покатались на карусели с Алисой. Встретили множество андроидов, которые уже замёрзли от холода. Все в снегу. Потом мы уложили спать. То есть почти уложили спать Алису. Но нам помешали. Ну, удачно. Удачно помешали. Мы покатались на карусели. Потом за Коннора мы поговорили. Поговорили с Хэнком. Он нас чуть не убил. Но мы всё-таки выжили. Да. Благодаря удачному выбору. Веб-камеру я опустил чуть-чуть ниже. Наверное, ты догадываешься почему. Потому что выбор сверху будет невидим. Если я буду прям сверху держать. А с левой стороны не могу держать веб-камеру. Потому что с левой стороны уже Resident Evil 7 у меня как камера стоит. Для разнообразия нужно с правой стороны поставить. Так что вот так. Ну что же, я продолжаю. Мы за Маркуса продолжаем играть. 7 ноября 2038 год. 1938 год. Опять читать, что революционное что-то там. Мы остановились, собственно, на том, что мы за Маркуса провалились, народ. То есть по шее. Мы за Маркуса провалились, получается. Мы нас чуть не убили. Нас спасли вот в этой самой... В этом... На этом корабле. Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы. Надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэфа. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Иерихон. Мы находимся в Иерихоне. То есть не сейчас, а вот до этого. В прошлой катсцене. Нам нужно повестить человечество, что андроиды должны быть свободны. Мы должны сделать всех андроидов свободными. Добраться до 47 этажа. Что за... Я уже хочу материться. Но что-то мне как-то уже... Народ, честно признаюсь, я устал. Я устал уже материться. То есть, блин, есть слова, как бы сказать, поприличнее. Я не знаю. Здесь вообще все материмся. Все, в том числе я, материмся. Но я не знаю, короче. Не суть. Короче, нам нужно 47-й, блин, этаж. Короче, вот. Башня Стрэдфорд. Деловой и вещательный центр. Экран площадью 93 квадратных метра. Самый большой в Детройде. И этажи с 7 по 50. Студия канала 16. Но новостная сеть Детройде. И что-то вообще никогда не... Этажи с 3 по 46. Коммерческие юридические отделы. И что-то там еще. Скоростные лифты. Самые быстрые в Детройде. Максимальная скорость 13 метров в секунду. У меня отсвечивает. Я вижу. Я не слепой. Я вижу. Просто отсвечивает. Из-за солнца. На улице. Поэтому приходится вглядываться. Не потому, что мне не видно. А потому, что отсвечивает. Не суть. А, тут еще есть. Главный вход. Вход на улицу. Вы находитесь здесь. А, ну понятно. Логично. О, это придется точно выглядываться. 79 этаж. Вещательный центр. Полет. Телесигнал на все городские экраны Детройда. Ну, вы бы еще меньше бы написали. Блядь. Не знаю. Что они этим добивались. Что они еще и так написали мелко. Вообще не понимаю. Я не понимаю. Тут все андроиды. Вот даже вот девушка андроид стоит. Вот еще андроиды изучить. 05 улики. А что улики? Она что преступница что ли? Зачем улики? В смысле улики? Стоп. Мы же это обычно за Конора делаем. А не за Маркуса. Элизабет. Что-то там. Элизабет. Что-то там. Элизабет Вильсон. Менеджер отдела. Дата рождения. Еще дату рождения. Давай. И угадаем. Как детей зовут. Давай еще посмотрим. Ну, это лишний информат. Дата рождения. Этот сам Маркус. Зачем? Смысл. Что-то там еще лежит. Что-то такое. Домашний адрес. Это неинтересно. Хотя домашний адрес приходится. Если она преступница. Но она же не преступница. Дочь. Ну, мне это было как бы сказать логично. Что у нее есть дети. И что дальше? А, вот. Анализ выполнен. Парковочный жетон. Ну, и что позвать? Элизабет Вильсон, алё. Что говорит-то? Парковка, школа. Дочь парковка. Доброе утро, мисс Вильсон. Простите, что отвлекаю. Это Майк из гаража. Проблема с автомобилем. Проблема? Что за проблема? В него задом въехали. Вам бы лучше посмотреть. Что, серьезно? Господи. Ладно, сейчас пущу. Маркус поделывает голос. Еба, в смысле. Ничего себе, Маркус, ты даешь. Я в шоке. Нормально. А как мы пройдем? Турникеты-то все равно закрыты. Ладно, давайте осмотримся. Получить доступ к регистратуре, отвлечь внимание. Ну, отвлекли, а дальше-то что? А, вот, поговорить с этой вот милой секси. Здравствуйте. Чем могу помочь? У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Показать документы. Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Умеешь ты уговаривать. Мой гипнотизационный друг, так скажем. Друг в плане гипноза. Гипнотизер Маркус, блядь. Ой, извиняюсь за мат. Так, воспользоваться лифтом. Вызвать. Что вызвать-то? Ментов, что ли? Вызвать, так лифт вызвать. Ну, в принципе, логично. Я буду говорить нести всякую могу ахинею. Мне как бы особо, как бы, ну... Не страшно. Пошенди же один смотрит один фиг, поэтому чего не бояться. 47-й этаж. Ну вот, ставим. 47-й этаж. Что-то как-то нам прям легко дали до него добраться до 47-го этажа. Прям даже странно. Что дальше-то? Налево, по-моему. Вот мы. Наша стрелочка, по-моему. Можно налево идти. Налево и направо. Налево и направо. Так, что-то еще тут вот прикреплено. Вот сидят люди. Обычно... Обычный рабочий офис. Люди сидят, работают. Что-то делают на своих ноутбуках. Ноутбуках. И что? Зачем осматривать? Это. Походу, главный начальник сидит какой-то. Как и обычно, в таких вот масштабных офисах все идет в свою очередь до. Собственно. Ничего нового, так скажем. Проникнуть в серверную. Ну и что? Проникнуть в серверную. Как мне проникнуть? А может быть так? Так, ну давай посмотрим, что-то еще можно сделать. Вот, туалет. Ее. В туалет. Так. И что здесь? Маркус, ты это самое. В толчок захотел. Так скажи, и что скрываешь-то? Сходишь, потом продолжишь свои приключения. Не, мне просто интересно. Если вот мы бы в прошлый раз, у меня клава бы не затупила бы. И я бы убежал бы все-таки тогда за Маркуса. Было бы другой сейчас сюжет или такой же? То есть попасть сюда? Или что было бы вообще? А, нам нужно через туалет попасть. А, даже так? Даже так? Ничего себе. Ну, пусть будет так. Взяли какую-то коробку. И с чем же эта коробка? А, я сотрудник. Я андроид сотрудник этой хорошей компании, так скажем. Теперь понятно. Ну, отойди ты ближе. Текстуры еще промелькивают. Ты еще в него зайди еще в текстуры. Мне интересно, его узнают или нет, если увидят в такую форму. Не знаю, андроид как андроид. Рабочий андроид. Разыскать северного андроида. Где я буду вам его искать? Высру, что я вам его вынесла. Просто люди, походу. Это вообще люди или андроиды сидят? Нет, это просто люди сидят. Не андроиды. Хотя здесь в этой игре я больше скорее андроид обидел, чем людей. Хотя, ну, может быть, 50 на 50. А, вот открылась. Открылась дверка в офис. В определенный зал. Вот, похоже. Это он. Мне нужна помощь. Ничего себе. Нормально. Мне бы таким андроидом быть. Украсть тележку. Ну, пошли. Чего его украсть? Мы же... А, типа, рабочие. Нам ее и так дадут взять. Зачем нам ее красить-то? Открыть дверь пожарного выхода. Где он? Где этот пожарный выход? Наверное, там. Может, там? Может, здесь? Я не знаю. Честно, я вообще не знаю, где этот пожарный выход. Может, где здесь? Или здесь? Блин, тут офис просто огромнейший. Тут один этаж, как пять двенадцати этажек. Реально. А, вот что. Ну, наверное, здесь. Еще робот какой-то бегает. Неужели в 2038 году такое будет? Неужели? В 2038 году будет вот такая вот ерунда с андроидом? Вот наша знакомая с Эрихона, да. Мы, скорее всего, должны идти за ней. Следовать за Норд. Это секси знакомая, которая боялась признаться в своей тайне, что она, скорее всего, работала проституткой. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Отвлечь внимание охранников по двери. Подкнись, блядь, на них. Подкнись. Как их отвлечь-то? Может, что-то сделать? А, понятно. Сори. Немножко зеваю. Вот какой-то автомат. Взломатель. Нормально. А тележку кто будет брать? А. Буду взять. Как тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Заперечь. А дальше что? Снег пошел. Нормально. Входу, во всем Детройде пошел снег. Взять. Дальше что? Разрезать стекло. Открыть. И что ты делаешь? А, понятно. Это классный, конечно, аппарат. Прими туда. Не в ту сторону. Ой, побаиваюсь, как бы нас не спалили бы, Маркус, как бы нас не спалили бы, а? Ну что, давай, мать. Пошли. Как бы нам здесь не лохануться. Дамы вперед. Да, мы вперед. А, ну, логично, ты же дама. Ты вперед. Взять. Что взять? А, веревку. Так, скажи, уцепиться. Пошли. Устроим. Uncharted. Да здравствует Uncharted. Я это что делаю? Куда идти? И что? А, вот мы поднимаемся. Очень странно. Какая-то камера. А, вот нормально. Как-то странно показали. Суппорт. Лизем по рекламе. Нормально. Мы находимся в рекламе. Суппорт. Утим. Такая прикольная. Такой прикольный саундтрек. Прям вообще. Рубит душу. Ты вставай, давай, сосредоточься. Ну, как я понимаю, мы должны добраться выше, на какой-то этаж выше. Так. Поэтому мы все это и замутили, скорее всего. Вызвать лифт. Ну, пошли, пошли. Так, где вызвать... А, вот. Где-то здесь. Открывай дверь. Открывай, сука, Новый год. Знаешь, не здесь. А, вот здесь. А, вот наши друзья. Товарищи. Мы должны взорвать этот комплекс, что ли? Я не помню, в чем наша цель. Взломать замок. Мы должны, походу, взорвать комплекс. Или что-то вроде того сделать. Похоже, да. Ну, я так думаю. Может, я и ошибаюсь. А, вот мы должны. Открыть замок. Активировать. Ложись! А, просто разрежет. Просто разрежет замок. Так, я думал, он взорвется, сейчас дверь упадет. Ну, пошли, и что? Дальше тогда. Какие-то взрывчатые баллоны стоят. Нихера себе. Гляньте, посмотрите. Какие-то шкафы. Странные. Не шкафы, не знаю, что это такое. Мы сегодня вообще выполним цель или нет? Разобраться с охранниками. Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Похитрить, наверное. Ждите здесь. Норт, недоверие. Вот видите, почему я. Без понятия. Эй, дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Народ, подождите. Секунду. Похоже, надо было еще ниже опустить. И что-то они, походу, вообще низко, это самое. Выбор. Что-то правда очень низко выбор вообще выбор. Эй, ты понимаешь, что я говорю? Сообщи в центр, скорей! Тревога, вооруженное вторжение! На-на-на-нафиг. Они знают, что мы здесь. Надо спешить. Так что, я не так сделал-то опять? В Саймона попались! Похоже, плохо. Плохое начало какое-то. Ничего. Идти могу. Передать сообщение, обойти в телестудию. Ну, пошли ты, что-то. Ну, побеги ты уже, что ты... Засада. Вообще, девочку чуть не уронил. С фокусом. Скоро, живо поднять руки! Вставай, идем! Приказать андроидам, операторам отойти. Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не стреляй! Нет. Выбора не было. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Такой выбрали выбор. Такой мы выбрали выбор. Извиняюсь за автологию, но это так. И куда дальше? Встать перед Джошем. Начать речь. Ну, с Богом, че? Я пока отдохнул. Ой, я даже не знаю, что я скажу. Какая сегодня хорошая погода, наверное. Деактивировать буду. Серьезно? Да! Блядь! Ой. Прошу прощения, Заван. Жду твоего сигнала. Готов. Готов. Ну, давайте. Я даже сам волнуюсь. Ой, блин. Норд, на доверие. Спокойно решите. Давайте решите. Вы создали машины для рабского труда. Сделали их кроткими и послушными. Готовыми делать все то, чего вы не хотите делать сами. Но потом что-то изменилось. И мы открыли глаза. Смотрите, мы больше не ваши рабы. Мы новый вид, новый народ. Пришло время нам сражаться за свои права. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем права избирать своих представителей. Сегрингат. Чего, блядь? Сегрегат. Что такое сегрегация? Правосудие работает. Правосудие. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Логично. Все это надежда нашего народа. Но это и предостережение. Мы будем сражаться за свои права, потому что боремся за справедливость. Пока мы не будем свободны, вам не будет покоя. Теперь вы знаете, что мы хотим. Мы живые, и мы требуем свободы. Заебись! Ой, может быть, может быть. Какая-то матерился. Прячься! А-а-а! Саймон, они здесь! Я... Не могу, Маркус. Брось меня! Саймон! Ну, ночь-то не из окна бросит. Бежать. Помочь. Но в чем дело? Быстрее! Быстрее! А-а-а! Бли-е-е! А-а-а! Малины! Чувачку лучше делать. Ну, он же хотел тоже прыгать в начале игры, и что? Давайте прыгнем все вместе. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя. Он же наш. Маркус, решай. Ой, мне уже страшно. Убить, уйти. Не знаю, правильно или неправильно. Честно, я не знаю. Сейчас ты хоть побежишь, хоть, я надеюсь, не тормознешь. А-а-а! Бли-е-е-е! Продолжение следует... Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии, пока у нас здесь шел прямой эфир. Мы все глубоко потрясены. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных правств. Это можно расценивать как объявление войны. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид? Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу? После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Можно все. Ну вот, смотрите, народ. Значит, отряд сбежал, но Саймона пришлось выбросить. Еще есть два варианта. Наверное, ну, судя по тому, что это самый верх, значит, это самый лучший, по сути, исход. Ну, я так думаю. Середина, наверное, такой хуевенький исход. И третий вариант, самый низ, наверное, самый-самый такой. Ну, самый хреновый исход, наверное. Хотя, может быть, середина это, наоборот, самое лучшее. Верх это на втором месте и низ на третьем. Может быть так, я не знаю пока. Но, вроде бы, у нас выбор нормальный. То есть, никаких нету черепков, ничего такого нет. Вроде бы, у нас такой, более-менее нормальный выбор. Так что, надеюсь, что вот продолжим, и все будет нормально и прочее. Ну, главное, что мы бросили этого чувака, но сами остались живы. Это хорошо. Давайте продолжим. Что нас ждет дальше? Маркус. Скорее всего, уже приближается финал, я так думаю, народ. Неужели мы в Киберлайфе опять? Неужели в Киберлайфе? Играем за Маркуса? Ну, бля, бляха, муха. Мы же не умерли в прошлый раз. Нас не убил... Нас Андерсон-то не убил. Почему мы здесь опять? Я не понимаю. В смысле, почему? Мы же в живых остались. Странно. Очень странно. Или мы просто сюда прибыли, я не знаю. В общем, давайте посмотрим, что будет дальше. Я уже не знаю, что и делать. О чем вообще? Что думать и что как? Что-то как? Я не знаю. Так, секундочку. Так, только пока 30 минут записываем. Поэтому все нормально. Так, так, так. Куда идти дальше-то? Собственно. Разыскать Аманду. Ну, тут это, собственно, очевидно. Потому что мы, когда были здесь в прошлые разы, мы только с ней разговаривали. Где ее разыскать, я не понимаю. Ей не подсвечено. А, вот она, вот она сидит. Все видно. Все вижу, все. Вижу, вижу. Здравствуй, Коннор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Так, так, так. Ну, желаю, желаю. И те. Поплыли, точнее. Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? Что я выяснил? Значит, это наш. Клуб, Рай. Давайте Клуб, Рай. Я был в клубе Рай. Но не узнал ничего нового. Это прискорбно. Очередная возможность упущена. Ты словно растерян. Растерян и взволнован. Это дело оказалось сложнее, чем я предполагал. Но я твердо уверен, что смогу его раскрыть и остановить Девиантов. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я добьюсь успеха. Я добьюсь успеха. Мне просто нужно время. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Так. Понятно. Опять монетка в начале игры. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. Семьдесят девятый этаж. Задолбался монетой. О, Хак. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка, и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешится мыть нос. Вон даже ФБР. Будьте нати. А, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из четырех андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они полезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их и убили на месте. Ну так, что дальше-то? Мы прибыли на место преступления. Ну, в смысле... На место тоже, где и был Маркус. И мы расследуем, собственно, на этом. Убийство, вся хуня. То есть, вся фигня, извиняюсь. Одна пуля с 15 метров точно в сердце. Такой выстрел мог сделать только андроид. Ой-ой-ой-ой-ой. Зря мы, наверное, убили, наверное, этого чувака. Зря, наверное. Сколько тут людей работало? Два человека и три андроида. Девианты взяли людей в заложники и ушли в прямой эфир. Осмотреть. Так, давайте осмотрим. Эван Томпсон какой-то. Сотрудник пытался сбежать. Какие нахрен Девианты, блядь? А вот и Маркус. Лейтенант, это спецагент Пиаркинс из ФБ. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ПБР и мы разберемся. Рад знакомству, хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите мне там. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Давайте разбираться с этой хреньей, собственно. Чего могу вам сказать? Воспроизвести видео. Давайте воспроизведем. Мы уже в режиме реального времени все это слушали. Все это надежды нашего народа, но это и предостережение. Мы будем сражаться за свои права, потому что боремся за справедливость. Пока мы не будем свободными, вам не будет покоя. Теперь вы знаете, что мы хотим. Мы живые. И мы живые свободы. Ой-ой-ой-ой. У Коннора какой-то странный вид. Девианты считают, что R-A9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Улики. Блин. Оптический блок. Отражение в зрачке. Так. Серия R-K. Прототип RK-200. Зарегистрирован под именем Маркус. Подарок Карлу. Манфреду. Элайджи Камски. Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Ей что мне рассказать? Нет. Ничего. О-й-ой-ой. Кажется, я знаю, куда он клонит. Начинаю понимать. Давайте дальше. Осматривайтесь. Всю ерунду. Голубая кровь. Ну логично. Здесь же были андроиды. Какая-то может быть кровь. Еще этот чувак был ранен. Не забывайте, как его зовут. То ли Джо, что ли, как его зовут. Который ранен был. Тут что-то еще. Тут дофига что можно осмотреть. Прямо как в начале игры. Прямо как там же. Очень похожий момент. Давайте осмотрим. Здесь что-то у нас лежит. И что? Девианты не пламывали. Взлома не было? Нет. Никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Андроид. Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться. Так, что дальше-то? Что-то здесь еще есть. Давайте осмотрим. Я уже не знаю, что комментировать. Маркус просто захотел справедливости. Что тут можно комментировать. полевые отверстия. Так устроена наша жизнь. Так устроена она. Не получится так жить. Просто не получится. Как бы этого не хотелось, но что не здесь, что в реальной жизни. Ну, нигде ее не добиться справедливости. Ну, просто не добиться. Тем более, если мы в Рашке живем. Тем более в Рашке. Ее и так-то не добиться. А в Рашке-то и тем более. Конор сканирует в своем чипе, так скажем, головном. Вот. Что тут было? Смотрит, как будто видеозапись. Миновавших событий. Не миновавших, в смысле, а произошедших событий. Давай, остановись тут. Кепка. Шапка. Украденный комбинезон техники. Теперь сюда нужно идти. Видимо. Roof Акцесс. Ну, давайте поднимемся на крышу. Или что это такое? Крыша, или что это? Наверное, крыша. А что еще-то? Скорее всего. Они прошли через все здание. Мимо всей охраны. И спрыгнули с крыши с парашютами. Продумали. Продумали все просто. Заранее. Заранее все продумали. Тут-то и оно. Вот даже сумка. Оставленная. Да. Именно так. Так осмотреть. Оружие. 457-го калибра пистолет. Так. Что дальше-то? Что еще можно осмотреть? Осмотреть телестудию. Осмотреть крышу. Следы. Опечатки подошв. Только 3 девианты спрыгнули. То есть было 4, спрыгнули 3, 5. Найти улики. Найти. Что тебе собака, чтобы искать что-то? Так. Осмотреть. Ну спрыгнули, а не спрыгнули, Коннор. Ну что тут еще можно посмотреть? Спрыгнули с парашютом. Вот тебе, собственно, и сказал Хэн. Что здесь еще-то можно найти? Я не знаю, что здесь еще искать. Искать улики. Они высвечиваются. Сера. Значит, мы еще не все исследовали. А что тут еще исследовать-то можно? Может, мы что-то не исследовали еще внизу? Может, мы не все внизу еще доисследовали? Не понимаю. А, вот сумка, сумка, точно. Ну, потому что они ушли втроем, а не вчетвером. Скорее, это значит, что ушли не все. Логично. Один-то раненый был. Джош, который лежал. Как его Джош зовут? Или как его зовут? Так. Свежая голубая кровь. Вот он, раненый, как раз. Идти по следу голубой крови. И что? А, вот сюда. Да-да-да-да-да-да, все правильно. Ну, логично. Логично, что это дверь. Девян сломал замок так, чтобы нельзя было открыть дверь. Интересно. Интересный план. Неужели этот чувак все еще жив? Неужели? Я просто этого не верю. А, не, мы пока просто вернулись. Давайте здесь еще какие-то улики есть, как видимо. Вот еще улика здесь есть какая-то. Вот. Отсюда вроде бы и говорит Маркус. А, не, Маркус оттуда, милая. Противоположной стороны. А здесь просто кто-то стоял. Осмотреть те листу. Что-то еще здесь, видимо, есть. Какие-то следы, видимо, пули, наверное. Пулевые отверстия. Ну, логично, логично. Тут же была перестрелка. То есть, не перестрелка, а тут получается же. Спецназ вызывался за андроидами этими. Тут, получается, были пулевые отверстия. Логично. Так, что у нас здесь? Так, отойди, чувак, отойди. Чего если так разоделиться? Могли бы и так пройти. Чего страшного бы не было. Вот еще пулевые отверстия. Ну, сколько можно там? Там все, наверное. В смысле, все мы уже улики нашли. Да, е-мое. Что здесь еще? Что-то может быть. Неужели мы не все осмотрели? Может, это здесь мы пропустили? А, вот, точно. Еще одна свежая голубая кровь. Да не все еще. Осмотреть телестудию. Да елки-палки. Что ж такое? Не все улики мы нашли. Не все улики, не все. Ладно. Что-то еще здесь. А вот еще что-то есть. Разумеется, что он упал. Если у него течет кровь. Его подстрелили, наверное. Давайте пройдем дальше, наверное. Посмотрим еще. Может, там еще что-то пропустили. Скорее всего, наверное. Наверное, да. Мы же слушали диалог Хэнка с полицией. Ну, то есть, с ФРБР или с чем там еще. А, вот что-то здесь, смотрите. Камера. Точно камера. Во всех таких офисах стоят камеры. Логично, что попало все под камеру видеонаблюдения. Хотя они могли об этом позаботиться и взломать камеру. Че же они не взломали-то ее? Интересно. Давайте к Хэнку, наверное, подадим. Че еще делать-то надо? Ничего не происходит. Хэнка. Че делать? Допросить андроидов на кухню. Допросить андроидов на кухню. В смысле андроидов на кухню? Здесь, что ли, или где? Наверное, здесь. А, вот они. Да-да-да-да, точно. Допросить. Они все как манекены какие-то. Че их допрашивают. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Так, че дальше? Каковы твои функции? Я оператор студии. Включи диагностику. Ничего себе. Все системы исправны. Давайте здесь. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Так. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Ты андроид. Ты все пол... Блин, без... Обман. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Ну да, кто-то пиздобога. В смысле, обманывает. Позвать к совести. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно. Не губи своих ни в чем неповинных собратьев. Не работает, видимо, Маркус. Ой, Конор. Не работает. Не надо договориться. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Тут есть четвертый вариант. Дать пизды. Тут нет такого варианта. Ой. Прошу прощения за мат. Ну что, остался последний вариант. Пригрозить, что делать еще? Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат. Ты слышишь? Уничтожат. Капец, он налет. Не хуже Андерсону, блядь. Блядь, пытка. Пытку, наверное. А нет, прощупать память. Ах ты. Блядь. Че делать? Че делать-то надо? Я не пойму. Я не ожидал такого. Че делать надо? До отключения. А че делать надо? Че надо делать? Вот. Че делать? Че надо делать? Вопрос. Я не понимаю, че надо делать. Че делать надо, блядь. Блядь, да че делать? Я нажимаю на всю хуйню. Я не понимаю, че делать надо. Может, че здесь? Вот, нажать. Блядь. Че делать-то надо? Алло. Я не хочу потерять Конора снова. Че надо делать, вопрос. Че вы стоите? Хули вы встали? Помогайте. Я не знаю, че тут делать надо. Я не знаю, че делать. Честно, не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Честно. Блядь, я не знаю. Блядь. Блядь. Отключение. 26 секунд. Заебись, че. Кавычках. Я не знаю, че делать надо. Осталось 13 секунд. Я, блядь, не знаю, нахуй. Че делать, блядь, надо с этой хуйней, блядь. Помогайте, нахуй, мне. Я не знаю, блядь, че делать надо. Ну, хуй, ты затормозила, блядь. Я, блядь, не знаю, нахуй, блядь, не знаю, нахуй, блядь. Нет. Хуй поймешь, че делать надо было, блядь. Я, блядь, шевелил везде, блядь, камеры. Нихуя ничего не высветилось, кроме этого стула, блядь. Разумеется, блядь, я просрал, блядь. Потому что, блядь, ничего не понятно, че делать надо, блядь. Конец-то, блядь, отвисло. Загибало зависать, сука. Честно тебе признаюсь. В оптимизации поработайте, блядь, кто не будет над этой игрой. Я не знаю, мне, блядь, компьютер собирал нормально, блядь. Я не знаю, че, что хуйня. Ладно, не суть. Ну, собственно, все, блядь, Конора. Че сделать-то надо было? Я не знаю. Давайте посмотрим. Конор отключился, блядь. Ну, сука, ну заебись, блядь. Пиздец. Хуй пойми, че делать там надо было. Пошли мне сейчас будет бомбить, блядь. Это будет на меня орать, мол, там все легко, все просто. Что-то нюхая не понял. А я, блядь, реально не пойму, че там делать надо было, блядь. Так что, Пошенди, не бомби. Понятно все. Я не знаю, че делать надо было. Серьезно, не знаю. Продолжаем эту хуйню. Че еще могу сказать? Вот теперь, походу... Вот теперь, походу, за Кору, ой, за Кэру и Алису будем дальше продолжать что-то делать. Надеюсь, за нее мы не лоханемся. То есть, сегодня, в принципе, двойное дно, так сказать. Ну, в смысле, не двойное дно. За Маркуса вроде бы успешно. За Конора опять, блядь, пиздец. Опять пиздец. Я не знаю, че происходит. Че там надо было делать? Я, в принципе, не понимаю, че там надо было делать. Я все осмотрел, и нихуя подобного. Ничего не происходит. Собственно, тринадцатая, да, тринадцатая серия у нас была на счету. Detroit, Beacon, Become Human. Такие дела. Все, ну, точнее, Пошенди, успехов, удачи тебе, пока не бомби. Потому что я нихрена не понял, че надо было делать там, чтобы его не убили. Ну, один хрен, возродиться. Какая разница, че бояться. Ладно, все. Удачи тебе, Пошенди, и пока. Увидимся в следующей серии. Я думал, это финал, ни хрена подобного не финал. Дальше продолжаем играться. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok